Как вообще до этого дошло? Кто это вообще придумал? Почему это настолько ужасно? Хватит, а? Ты мне же пол руки поврела своим лайфхаком, причем плохо. Все, хватит. Если это не прикол, то что это? Потому что я просто не понимаю. Я не понимаю, почему это выглядит так, как будто должно работать, но по факту это нифига не работает, это только все портит. Это все портит. Кто вообще придумал лайфхаки, которые усложняют жизнь? Боря, почему это всегда происходит со мной? Почему это всегда происходит со мной? Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Всем привет, настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня на моем канале одна из ваших самых любимых рубрик проверка лайфхаков, бьюти лайфхаков. Вы прислали мне огромное количество новых интересных лайфхаков в мой инстаграм и директ. Я их почекала, выбрала оттуда самые интересные, самые необычные, самые, которые показались мне адекватными. Потому что цель нашей рубрики не проверить треш лайфхаки, а проверить лайфхаки, которые по идее должны упростить нам жизнь. Я не понимаю, что не так с моими волосами. Никогда не делайте красно-белый сплит. Первый лайфхак, который я хочу проверить, это лайфхак для быстрой сушки ногтей после лака. Все мы знаем с вами способ, когда ты окунаешь руку в холодную воду. Я не знаю, работает ли он у вас, но у меня, например, он абсолютно точно не работает. И вы мне подкинули очень интересную идею для проверки, и выглядит эта идея вот так. Заходим в потрясающий тикток и смотрим. Специально для этого лайфхака я сняла лак с моих ногтей. Видите, они выглядят вот так. Редко они выглядят вот так. Этот лайфхак выглядит достаточно просто. Если ваш лак для ногтях не может высохнуть, просто покройте его лаком для волос. Что, господи, кто вообще так додумался? Типа, серьезно, кто до этого додумался? Я не знаю. Давайте это проверим. Кстати, прежде чем мы начнем, давайте сделаем небольшую мини-игру, проверим вашу интуицию. В этом видео я покажу вам несколько лайфхаков. Как вы думаете, сколько из этих лайфхаков будут рабочими? Мы будем проверять с вами целых пять лайфхаков. И как вы считаете, сколько из пяти сегодня потерпит фиаско, а сколько будут на самом деле нормальными? Я очень надеюсь, что будут нормальные все, поэтому я ставлю пять из пяти, а вы что ставите? Все, я пошла за лаком. Между прочим, это один из моих самых любимых лаков для волос. Он из Кореи, и у меня его практически не осталось. Я буду очень разочарована, если лайфхак не сработает еще и с моим любимым лаком. Берем лак и красим им ногти. Я пролила лак. Я просто пролила лак. Я пролила лак. У меня лак здесь везде. Ну, просто это ужас какой-то, ребят. Ну, как это могло произойти? Как я могла пролить лак? Блин. Ребят, ну как это дошло? Я надеюсь, я не испортила стол. Какой кошмар, какой ужас. Покрываем ногти лаком. Надеемся, что в этот раз не испортим стол. Я нанесла одну руку. Я дам ей схватиться в течение нескольких секунд. И пока она будет схвачиваться, я накрашу вторую руку. И для чистоты эксперимента мы с вами сейчас проверим, какая рука вообще высохнет быстрее. Эта, которая будет без лака, или эта рука, которая будет с лаком и лаком для волос. На лаке для ногтей. Берем лак. И покрываем лак лаком. Блин, вообще не представляю, это вообще возможно даже в теории или нет. Ладно, сделаем. Я их прям очень хорошо лаком покрыла, на них прям пятна. Видите, вот прям вот так вот. И эта рука, на которой нет абсолютно ничего. Давайте подождем. Это пахнет прям лаком, который для ногтей. Это пока пахнет лаком, который для волос. Ждем еще пару секунд, чтобы лак для волос высох. Но походу это не будет работать. Фу, воняет ужасно. Фу. Итак, если трогать эту руку, никаких отпечатков нет. В принципе, лак схватился, все нормально. Если потрогать руку, на которой уже был лак... Ну, типа... Типа что? Может, его надо съезжать? Никогда так не делайте. Я не могу понять, он высох или нет. Блин. Вроде как, эта рука тоже высохла. Но, во-первых, я не могу сказать, что она высохла сильно быстрее. А, во-вторых... Нет, она вообще не высохла, она пятнит. Посмотрите на этот палец. Он прям конкретно пятнит. Типа, ты нажимаешь на него, и вот оно. Все, видно, что лак скатывается. Вердикт? Этот лайфхак не работает. Это просто трата времени и... Моего любимого лака. Придется стирать и красить по новой. Знали бы вы, как сильно я ненавижу что-либо переделывать? Просто катастрофа. Кстати, какой у вас самый любимый цвет лака? У меня черный. Я практически всегда крашу ногти черным. Пока я не сделала себе вот это не этот сплит, я всегда красила ногти черным. Теперь я обычно крашу их белым и красным. Давайте приступим к лайфхаку номер два. Этот лайфхак для меня, если он окажется действительно рабочим, будет просто спасением. Потому что мои палетки выглядят отвратительно. Особенно палетка, которую я пользовалась вчера, потому что я ездила к моему другу, мы делали ему перевоплощение и делали из этого человека вот этого человека. Вот. И плюс сама делала тоже этот образ многократно, поэтому некоторые палетки, которые я использовала, выглядят так. Что ж, проверим, насколько этот лайфхак рабочий. Этот лайфхак выглядит очень просто. Всего лишь понадобится какая-то вот такая вот круглая штучка. Я буду использовать пудреницу. И обычная салфеточка для снятия макияжа. Оборачиваем пудреницу салфеткой. Берем грязную палетку. И по идее сейчас должна произойти магия. Начинаем. Пока это просто грязь, которая размазалась и лучше не стала. Попытка номер два. Грязь продолжает размазываться. Еще попытка. Я просто не понимаю, как этот лайфхак мог не работать. Я была уверена, что здесь все сработает, потому что это выглядит логично. Ты плотно оборачиваешь какую-то плоскую форму. Ты, по сути, проходишься, знаете, вот поверх вот этих вот штук. То есть ты не затрагиваешь тени и, по идее, ты чистишь просто палетку. Но это, блин, по факту это просто размазывает грязь. Я испортила всю салфетку и чище палетка моя не стала. Не могу сказать, что этот лайфхак 100% не работает, потому что, возможно, если бы тут был бы не черный, а какой-то другой цвет, и он бы не размазывался вот так вот по всей палетке, то выглядело бы норм. В целом, очередной лайфхак, который не работает. А все так хорошо начиналось. Я уже думала, почищу все мои палетки. Но нет, будь свиньей. Очередь третьего лайфхака. Сейчас я хотела сделать себе макияж, но я поняла, что мои брови выглядят не очень хорошо. Да, они уложены, да, они накрашены, но, тем не менее, волосинки постоянно топорщатся. Если ты хочешь сделать себе идеальные брови, обязательно намажь их клеем, это работает. А что, если проверить этот лайфхак? Черт возьми, я опять буду использовать лак для волос. Его осталось совсем мало. Ну что ж, давайте попробуем зафиксировать наши брови при помощи обычной. Сухой щетки и лака для волос. Пшикаю. Воняет. Так, пробуем. Представляете, какая экономия может быть, если это сработает? Это ж не придется вообще гель для брови покупать. Так, ну оно вроде зафиксировалось. Не могу прямо сейчас ничего сказать про этот лайфхак, потому что нужно походить. Так что давайте мы его сейчас запомним. Приступим к следующему лайфхаку, а этот проверим в конце видео и узнаем, рабочий ли это лайфхак или нет. Лайфхак номер 4. Сейчас мы с вами будем проверять лайфхаки, связанные с бритвой. Специально для этого лайфхака я взяла две новые бритвы. Также для этого лайфхака понадобится это. Парик. Я слышала, что при помощи бритвы можно подстричь парик. На самом деле можно подстричь даже себе волосы, поэтому сейчас мы будем проверять, как это вообще работает, насколько это реалистично. У меня есть прекрасный дорогущий парик, и если я сейчас его усру, я буду очень злая и недовольна. Поэтому просто давайте помолимся, чтобы этот лайфхак сработал. У нас ничего не работало, но пусть этот сработает. Я беру бритву. Уже мне так страшно. Этот парик очень дорогой. Я очень боюсь, что я не могу его испортить. Это же все-таки волосы, господи. Но бритва это очень хорошее. Поэтому если лайфхак рабочий, то при помощи вот этой бритвы все должно получиться, потому что это корейская бритва. Я ее заказывала. Она прям типа очень крутая. Бритва. Пути назад уже нет. Посмотрите, сколько волос сразу ушло после первого вот этого вот. Бритва офигенная. Представляете, если дорка, а это название этой бритвы, справилась с париком. Просто подумайте, как она справится с короткими волосками, ну, обычном теле. Давайте сравним до, после. Еще раз после. Ну, мне кажется, совершенно очевидно, что эта сторона выглядит вообще максимально потрясающе. Она выглядит достаточно естественно. Если все это еще довести до идеала и немножко больше позапариваться на срезами, то вообще замечательно. Чем я, пожалуй, займусь этой ночью. Но лайфхак этот работает. Наконец-то, наконец-то рабочий лайфхак. Ну, хотя бы один должен работать был. Давайте приступим к следующему лайфхаку. Боже, я сделала маленькую челку и пипец. Сколько волос. Проверка следующего лайфхака. Раз уж мы взяли бритву, проверим еще один лайфхак с бритвой. Я считаю, что он будет очень полезным. Я надеюсь, что он будет работать. Я надеюсь, что он будет работать. Если вдруг у вас закончилась или нет специальные пены для бритья, то можно ее заменить типа кондиционером для волос. Пойдемте проверим. По идее, она создает похожую по составу пленку. Прям как у пены. Прикол в том, что я не могу проверить этот лайфхак на себе, потому что у меня просто волосы не растут. Но у меня есть Давид. Надо повредить ему руки. Давид. Ребята, после этого у меня будет развод. Вы это поймете, если я начну ходить с серебряным кольцом на пальце. Лайк. Господи, я просто не представляю, как он отреагирует на то, когда я вам скажу, что сейчас я буду брить ему руки, для того, чтобы проверить лайфхаки на моем канале. Да, ты видео снимаешь? Да. Я поняла. Ты типа делаешь в комнате тильки. Короче, когда ты закончишь, ты мне нужен. Знаешь, что мы будем делать? Мы будем брить твои руки. В смысле? Я отказываюсь. Нет, нам нужно. Иначе я не смогу проверить лайфхак. Мне нужно будет побрить руки. Мы проверяем лайфхак вот так. Окей. Чтобы твои волосы были кондиционированные. Вот бритва. Может, хватит, а? Ты мне же полруки побрила своим лайфхаком. В общем, плохо. Все, хватит. И на самом деле в бритве с Дворк это не важно, чем ты пользуешься пеной или кондиционером, потому что в том и в другом случае это все равно безопасное бритье, потому что у Дорка есть своя увлажняющая полоска с алоэ, органовым маслом и витамином Е. У Дорка есть не только женская бритва, но также и мужская. Просто посмотрите, как она выглядит. Если вдруг у вас есть парень, и он не любит бриться, ему может быть не нравятся раздражения, порезы, то лучший вариант для него будет Дорка райс 7, потому что это исключает все эти проблемы. За счет плавающей головки с 7 острыми лезвиями. Она срежет под корень даже совсем короткие волоски. Это, кстати, достигается благодаря алмазной заточке и последующим специальным покрытием лезвия. Кстати, ребят, если вы хотите видеть больше такой рубрики с проверками лайфхаков, то обязательно поставьте лайк на это видео и не забудьте оформить подписку на мой канал, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Следующий лайфхак, который я хочу проверить, как раз таки то, что я говорила, хочу проверить его с каким-то более необычным образом, это вот этот лайфхак. Ну, согласитесь, выглядит все достаточно просто. Ты берешь декор, который ты хочешь, добавляешь в гель для губ, в блеск для губ, вот в эту штуку, короче, для губ, и просто клеишь. И не нужно даже использовать никакую штуку для ресниц. Давайте это проверим, потому что я не верю, что это может работать. Мне кажется, это, ребята, разбор. Вот так вот мне кажется. Давайте посмотрим. Предлагаю сделать три степени проверки. Первая степень проверки у нас будет вот такой вот суперлегкий материал. Как видите, или, возможно, не видите, у меня сейчас на пальце обычное маленькое глиттерное сердечко. Посмотрим, сможет ли обычная прозрачный бальзам-гель-фигня, короче, для губ его удержать. Такой вот блеск, он прям такой же тягучий, как вот у него в видео, видите? От него прям отходят вот эти вот слизи, или я не знаю, как это сказать. Вот, видите, он прям тянется. Мы нанесем сначала это куда-нибудь себе на лицо, сюда, вот, нанесла раз, и наклею на него сердечко. Оно держится! Потрясающе! Первая проверка пройдена. Посмотрим, что будет дальше. Дальше в ход пойдет вот такое вот сердечко. Оно уже побольше. Также оно потяжелее, но, тем не менее, мы будем делать попытку наклеивания его куда-нибудь к себе на щеку. Наношу прозрачный блеск и клею это сердце. И... Не, ну я вообще в шоке, что это работает. Я никогда в своей жизни не могла предположить, что этот бред даже в теории может сработать. Что? Неужели цветок тоже прилепится? Боже, скорее третья стадия. Честно, но я не верю, что это может удержать. Хотя он не такой уж и тяжелый, но, блин, вот я не верю. Попробуем прям даже, наверное, погуще нанести и посмотреть куда-нибудь сюда. Вон, достаточно много нанесла, аж плюсного. Че? А, ладно. Проверку цветком не прошел, но если вам нужны какие-то вот такие вот штуки, то крепится на изи. Правда, мерзко. Очень мерзко. Прям хочется отмыться. Эта штука воняет. Что ж, ребята, вот такое вот видео у меня сегодня получилось. Оно уже подходит к концу. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Обязательно смотрите мою прошлую проверку лайфхаков. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok